всем в общем доброго времени суток сегодня мы ремонтировали вот интересная была неполадку это серви частая болячка это муфта кондиционера блин вообще такой серьезный довольно таки посторонний звук появляется когда умирает подшипник у нее все проблема начинается вот за это вот подшипника такой вот широкий двухрядный этот уже развалился настолько что там шарики как попало катаются сепаратор куда-то похоже рассыпался совсем блин не знаю чуть не произошло короче гудит такого звука не должно когда все это стоит на автомобиле соответственно ремень давит но и шум еще намного громче получается также плоскости которые соприкасаются при срабатывании электромагнита они тоже там становятся очень неравномерно изношенными в идеальном варианте отдать это все дело токарю желательно как говорят вместе с самим насосом кондиционера и он протачивает нужные плоскости убирает и все это дальше начинает работать я делал это немного колхозным способом болгаркой и специальным кругом получилось похоже так себе потому что срабатывает похоже не всегда муфта посмотрим как будет дальше и я так думаю нужно будет попозже сделать зазор немного меньше потому что получилось неравномерно местами зазор меньше местами больше я думаю это основная причина возможно он со временем подотрется и выступы что называется и будет нормально немного непонятно было снимал я две плоскости вот эту и вот эту то есть основные рабочие плоскости центральную часть не трогал по идее надо было центральную часть тоже снимать чтобы эти плоскости друг другу подошли поближе и чтобы зазор был в районе 0 35 а в итоге просто поменял шайбу и принципе все зазор выставился более-менее нормальный снимать компрессор не обязательно можно его просто вот так вот развернуть четыре болта всего лишь откручивается снимается ремень разворачиваешь его так вот сигать на кости что называется и съемником на 13 с тремя лапками это все сдергиваешь очень никаких проблем по цене ремонта в эту процедуру в принципе как эксперимент было что получится из этого пока я даже не знаю машина может сказать у меня на глазах поэтому будем смотреть что будет дальше китайскую можно заказать мухту целиком с электромагнитом за пять тысяч рублей в принципе вполне неплохо говорят они ездят но советую сразу в ней заменить подшипник на какой-нибудь получше например вот нск который в оригинале и стоит в оригинальной муфте оригинальная муфта стоит в районе 15 тысяч рублей так что делайте выбор сами что лучше ставить замена кто сколько берет восстановление таких муфт стоит 8000 рублей узнавал человек протачивает их желательно ему привозить вместе с компрессором я так понимаю он выставляет соосности или выставляет зазору сразу поэтому просит привозить компрессор ну либо машину целиком 8000 рублей все удовольствие вот такие вот дела запчасти хондовский на самом деле так себе одну шаровую которую тысяч двадцать километров назад я менял оригинальную ставил уже снова поменял что-то там пыльник совсем как-то устало похоже попадать стала вода и разболтался а так в целом пока автомобиль гоняет очень офигенно все довольны отзыв кстати по этому автомобилю вы можете посмотреть по ссылке ниже в описании еще сегодня обслужили автомобиль suzuki x4 который ровно год назад мы тоже ремонтировали там застучал мотор потому что прозевали масло ушло масло проехали с горящей лампочкой и задрала один цилиндр не цилиндр вернее один шатун на коленвале в итоге поменяли вкладыши и все машина год уже ездит вообще никаких проблем 15 тысяч километров она пробежала все замечательно человек доволен это уже такое небольшое отступление то что могли сделать полностью капиталку мотора этого и предлагали сделать ну человек вышел на меня в итоге обошелся в 25 тысяч рублей а так 50 это как минимум было бы с этой машины тоже человек заехал в сервис honda вский на севере москвы я уточню какой именно и напишу здесь вот название этого сервиса когда приехали туда и с этим посторонним звуком этого самого ролика по сути компрессора кондиционера там такое начали вешать на уши вот у вас там мало масла двигатели туда было немного маловато это масло на голодание короче все без капиталка не минует ваш автомобиль ну хорошо что есть нормальные адекватные люди человек хозяин уехал оттуда моментально хозяйки вернее и в другом сервисе уже назвали верный диагноз это именно муфта кондиционера не затягивайте заменой этого подшипника потому что если он совсем уже устанет перегреется муфта перегреется электромагнит хорошо если просто загорит предохранитель термический там на 200 градусов он по моему стоит или поболее хорошо так может вся обмотка погореть и тогда проблему или перематывать геморрой на довольных или новую покупать но в принципе как я и сказал не оригинал 5000 рублей принципе там ничего такого грандиозного в этом в этой катушке ему электромагнитной нет на этом все подписывайтесь на наш канал приезжайте в гараж самообслуживания ремонтировать свои автомобили теперь тут аж пять подъемников место хватит на всех не забудь подписаться всем удачи всем пока мы обращайтесь к нам за подборами и за обслуживанием автомобилей сейчас довольно таки плотно обслуживание мы начинаем заниматься в основном своих клиентов которым подбираем автомобили подобрал автомобиль все про него знаешь прекрасно зовешь человека и делаешь то что уже точно знаешь нужно делать с этой машины ладно всем пока вот оно чудо машина строение блестящее какое-то вот говно из какого-то а не металла похоже что уже меняли это не оригинал судя по всему что-то там 5кб 88f подшипник должен быть ноунейм скорее всего если это не орига вот такой вот кирдык подшипник но очень много меняется кстати кирнение кирнение судя по всему золотство значит это еще родной кирпичная скажу Смотрите продолжение в следующей серии. Продолжение следует... Смотрите продолжение в следующей серии. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...